Добрый день! Давайте сегодня с вами посмотрим тему продажи квартиры, дома, имущества. На канале уже есть видео про покупку квартиры. Ссылочку я оставлю в описании. А теперь давайте посмотрим продажу. Будем смотреть на второй эпохи Возрождения. И захотелось мне сегодня взять астрологические кубики. Вот влияние сразу давайте посмотреть на эту сделку. Давайте, знаете, еще как обозначим продажи квартиры, либо любое ее отчуждение. Когда вы ее передаете, дарите. Ну, как-то, знаете, иногда есть различные там программы. Может быть, для кого-то будет актуальна передача старой квартиры ветхого, аварийного вдруг жилья. Да, да, вот очень популярная тема в СМИ фигурирует часто, да, по различным программам, когда вы, значит, вместо старого жилья вам предоставляют новое. Но мы именно вот все-таки больше к вопросу сбытия, да, сбыть старое, чтобы избавиться от старого. Может быть, кто-то и для себя почерпнет и в этой теме тоже. Итак, давайте влияние смотрим астрологических вибраций. Кубики нам сейчас подскажут. Так, телец, солнце и дом. Ну, представляете, ну как нельзя лучше? Наверное, вам видно плохо. Но я сейчас их поднесу. Что может быть лучше вообще для этой комбинации? Я, честно говоря, не ожидала. Сейчас выпадет какой-нибудь Нептун и все нам попутает. Но здесь все четко, ясно и понятно. Во-первых, четверочка, четвертый дом, это, собственно говоря, астрологический дом, который управляет нашим домом. Да, вот она речь о доме. Телец, который управляет всем имуществом. Да, то есть вот оно, наше имущество находится в четвертом доме. И солнце, которое говорит, что, скорее всего, задуманное будет проведено успешно, да. То есть вы выгодно, скорее всего, продадите свою квартиру, будете радостны и довольны. То есть здесь у нас такое яркое положительное влияние идет. Ну, возможно, нам карты покажут, в какой срок. Хотя, конечно, это... Ну, знаете, солнце у нас идет год, оборот, да. Давайте вот так вот, наверное, сразу можно предположить, что это случится в течение года. Кого-то эта информация обрадует, кого-то расстроит. Потому что срочно, когда надо продавать квартиру, год это чересчур длительно. Это совсем не радостно. Но, с другой стороны, в течение года это может быть и сегодня, и завтра, да. А для случаев, которых я упомянула, что связано, например, с отчуждением ветхого, там, аварийного жилья, да, и предоставлением, когда это долгожданное что-то, да. Вряд ли это случится за один день. Это как раз может происходить более длительный период. Вот, поэтому, в принципе, ну, расклад общий, поэтому все будет обтекаемо. Давайте вот так вот оставим нам их как путеводную звезду, да. То есть нам солнце в четвертом доме и в тельце показывает, что здесь у нас все случится так, как нам надо, выгодно для нас. И для вас. Давайте посмотрим исходную правную точку, от чего мы идем. Что называется общей энергии, атмосфера, да, исходная ситуация с имуществом. Что происходит? Мечи, двойка мечей. Это невозможность принятия решений. Королева мечей, пятешка пентаклей. Ну, не можем мы продать дом, да. Вот сейчас мы начнем. Есть проблемная ситуация. Но я думаю, если бы все было хорошо, вы бы этот расклад не смотрели. Есть проблемная ситуация. Двойка мечей – это невозможность принять решение, принять выбор, принять предложение. Королева мечей – это что-то резкое. Это, скажем так, конфронтация. Рядом пятерочек пентаклей – это карта нужды. Это означает, что за наше жилье нам предлагают слишком низкую цену, которая нас не устраивает. От этого мы становимся в позицию королевы мечей и говорим, нет, мне это не подходит. То есть, можно начинать злиться, раздражаться, даже в некоторых случаях агрессировать. Но это вот такая конфронтация. Нет, мне не подходит ваше предложение. Независимо от вашего пола, мужчина вы или женщина, кто смотрит расклад в позицию королевы мечей, чем она отличается от короля мечей. Ну, это такая более, скажем так, более эгоистичная такая характеристика, что нет, король мечей – это более конструктивный разговор. Королева мечей – это вплоть до открытых там скандалов, ссоров, споров. То есть, нет. Ну и вот пятерка пентаклей, вот эта вот нужда как раз может характеризовать именно ту самую ситуацию, когда жилье ветхое, когда уже потрепалось, да, износилось, уже нужна замена, но возможности для этого нет. То есть, это вот наша исходная отправная точка. То есть, несогласие двух сторон по причине, скорее всего, цены. Потому что пентакли – это у нас деньги, и цена занижена. У нас хотят приобрести недвижимость по более низкой цене, мы становимся в позу и говорим, нет, нам это не подходит, но продать все равно надо. А как продать, если больше не предлагают? То же самое, как получить жилье новое, да, если свое мы продать не можем по причине его низкой стоимости ветхой, там, да, аварийной, и не сможем, ну, приобрести новую квартиру, новый тем более дом, да, по той цене, по которой продать, можем продать старую. Но я не буду больше упоминать новое старое жилье, да, вы сами для себя смотрите, что называется, ищите свои подсказки. Просто я обозначила вот так тему для кого-то, может быть, это будет тоже интересно. Итак, давайте смотреть дальше. Развитие ситуации. Поближе подвину карты. Отчего мы идем? Развитие ситуации. Колесо фортуны. Все будет меняться, да? Все может стоять ног на голову. В каком? Так, становитесь на новый путь. Вы что-то предлагают новое. Не так, как было. Паша Пентакли. Дело пойдет медленно, но все поменяется. То есть, в общем, знаете, вы можете сами избирать какой-то новый путь. Искать покупателей, искать людей, которые вам в этом помогут совершенно другим способом. Либо они сами найдутся к вам. То есть, а дело будет развиваться совершенно иным путем, новым. Не тем, каким вы шли раньше, но будет развиваться медленно. То есть, скорее всего, вот, как я сказала, сегодня-завтра, наверное, вы эту квартиру не продадите. Но, тем не менее, дело пойдет. Что еще будет семерка жезлов? Предложения будут разные вам, но вы опять будете от них отказываться. Не понравится вам то, что вам будет предлагаться на первых порах. И хорошо, что вы отказываетесь. Чем больше вы отказываетесь, тем лучше к вам идет вариант, и тем быстрее развиваются события. Потому что там, на той стороне, да, вот с одной стороны вы, с другой стороны покупатель, либо тот человек, то лицо, которое может повлиять на вот эту сделку, да, может быть, кстати, официальное лицо. Чем больше вы отметаете вариантов, которые вам действительно не подходят, цена не та, да, опять же, предложение не то. Может быть, кстати, кто-то хочет обменяться, да, обмен произвести квартир или какой-то недвижимости, да. Вот чем больше вы будете отметать, тем это больше будет форсировать вот это вот продвижение. Потому что, ну, вам будут предлагать, ну, может быть, вот на это согласиться, может быть, на это. То есть будут начинать с малого, с малого, с малого. И чем категоричнее вы будете отметать, тем у той стороны, скажем так, будет меньше времени на раздумие, на чесание головы. И тем быстрее надо будет уже предложить действительно что-то стоящее, на что вы сможете согласиться. Вот тогда наступит действительно мир, гармония, вот тогда вы придете к взаимопониманию. То есть здесь, знаете, как стойте до конца, стойте на своем, ждите только той цены, которую хотите вы, не соглашайтесь на меньшее. То есть здесь вот в любом случае идет в развитии ситуации такая тенденция, что стойте на своем, не соглашайтесь на пятерку Пентакли. Вот это вот все отметаете. Семерка жезлов – это борьба с ветряными мельницами, это с пустым борьба с чем-то, да? Ну вот что вы мне эти предложения несете, вот я сразу не согласен. Нет, я все отметаю по семерке. Уж не знаю, будет ли у вас там семь вариантов, семь предложений. Это, конечно, чересчур много, но тем не менее. Кстати, ну, знаете, хочется сказать, что вас прям вот окучивать будут, а вы вот нет, стойте на своем. Когда только стоите на своем, тогда чем больше вы будете стоять в этой позиции, чем крепче в королеве мечети, тем быстрее для вас это сладится. Но, как я уже сказала, начнется все так довольно медленно. По Пентакли это вот все так вот, знаете, та сторона вторая, она будет делать вид, что, ну, если не хочешь продавать мне квартиру дешевле, если не хочешь соглашаться на мои уступки, ну, я как бы никуда не спешу. Сиди ты там в своей квартире, значит, я подожду. Ну, пока вы стоите в королеве мечей, вот она еще идет, знаете, по одному, здесь у нас столбцу по одному ряду. Чем вы прочнее стоите на своих позициях, тем меньше времени, я уже сказала, второй стороны на реализацию. Им тоже надо быстро. Вам хочется, но вы-то никуда не торопитесь, и вам хочется это сделать, та сторона, скорее всего, будет торопиться сама потом. Потому что там надо больше и быстрее, чем вам это надо даже. Вот так. Давайте посмотрим, как всегда, что мешает, что поможет. Что мешает? Королева жезлов. Ну, это, скорее всего, та вот активная сторона. Потому что жезла это более быстрая, более активная, энергичная мазь, чем королева мечей. Королева мечей это мечи, мазь тюма. Я лучше подумаю, чем сделаю быстро, да, не подумав. А королева жезлов, вот в данном, да, сочетании, она скорее быстрее сделает, чем будет тратить. Не то, что она там не думает, конечно, тоже думает, это же королева. Но им надо быстрее. А вам нужно выгоднее. Вот так. Так что, что мешает? Мешать будет та самая ваша вторая сторона. Но я думаю, что не будут здесь даже дополнительных карт доставать, потому что здесь понятно, что им надо выгоднее. Ну и вам надо выгоднее, да. Поэтому вот, собственно, посторонних влияний нет. Нет никого и никаких других обстоятельств, которые могут вам препятствовать для заключения сделки. Но у вас между собой вот это вот нужно договориться, да, нужно прийти вот к этому миру. Я уже сказала, нужно быстрее, нужно будет той стране жезловой. Вот эти жезлы, опять жезлы, это оттуда идет, от вас. А вы вот, нет, я стою на своем. Все. И они сами там будут искать варианты, как сделать. Может быть, у той страны нету средств таких, чтобы вам предложить те деньги, которые вы хотите за продажу своей недвижимости. Но это, скажем, проблема той страны. Может быть, просто хочет повыгоднее, подешевле. Но нет. Ну, здесь все очень просто, да. Выкладка такая пошла. Что поможет вам? Пятерка кубков. Так, интересно. Вот по пятерке кубков иногда ее называют картой разочарования. Но не все упоминают, что на классическом изображении колоды там есть три перевернутых кубка. Это когда уже перебрали три варианта, и они нам не подошли. А есть еще два полных кубка, когда еще есть варианты, но вы их не видите. Потому что там в классической колоде человек повернут к трем опрокинутым кубкам и расстроен этому, что ничего не подошло, что все впустую. И он повернут спиной к двум полным кубкам, которые означают еще два хороших варианта предложения, которых вы пока не видите. То есть, что вам поможет? Возникнут вот эти те самые варианты. Скорее всего, они относятся к картам колесницы и шута. Это когда, вот я сказала, ситуация встанет на новые рельсы и будет продвигаться. Когда вскроются те самые два варианта, которых вы еще не знаете на сегодняшний день. Или обстоятельства не сложились, что для вас есть, что это для вас будет выходом из ситуации. А давайте посмотрим. Теперь хочется мне, да, три. Возможно, вы три предложения уже отвергли. И вот есть какие-то два варианта, которые вы еще не видите. Давайте вот про них посмотрим. Потому что в мажорной позиции выпадает такая условно-отрицательная карта. Это вот, скорее всего, говорит о том, что вы пока еще что-то не знаете, не видите. Но это вам поможет. Поможет вам то, чего вы пока не видите. Те два варианта. Что это такое? Луна и королева Пентакли. Что-то, знаете, на что как будто вы боялись решиться. Либо это вообще пока от вас скрыто. Действительно, вы не видите этих вариантов. Пока еще не наступило для них время. Вот, смотрите. Мне видится так. Те два кубка, которые вы не видите. Да, вот я сейчас описывала эту карту. Это либо на что вы боялись согласиться, на что вы боялись пойти. Либо это вообще какие-то варианты, которые они, в принципе, еще не свершились, не наступили. Потому вы их не знаете и не видите. Видите, что Луна это, с одной стороны, страхи, с другой стороны, Луна это темное время суток, когда ночь, когда мы ничего не видим. Что еще по этой ситуации? Солнце. Ну, это оно проявится. Вот, смотрите. Конечно, сложно пойти на тот вариант, который вы знаете, но боитесь. Вряд ли вы захотите рисковать со мной в строй, да? Но вот карты говорят, что возможно положительный исход и даже по рисковому варианту. С другой стороны, второй вариант может быть такой, что его еще, может быть, даже не существует. Он появится в течение вот этого года солнечного. Он появится, этот вариант для вас. И тогда именно вот им вы и воспользуетесь. Вот так вот. Это то, что поможет. То есть, ну, возможно, действительно еще не время для вашей сделки. Поэтому вот кто хочет быстро, сразу говорю, быстро жилье здесь не продастся. Никак вот эта сделка ваша не совершится по реализации. И какому-то другому, иному отчуждению, там, дарению, да, жильям. Не получится. Что-то вот препятствует. Не знаю, конечно, если кого-то там дарение интересует, что тут может быть в препятствиях. Но, возможно, здесь могут встречаться какие-то подводные камни. Просто я уже сказала, смотрите ситуацию на себя. Давайте посмотрим итог. Все-таки по солнцу я вижу, что есть, будет для вас удачный вариант. И дело пойдет. Но итог, да? Что в итоге случится у нас? Восьмерка жезлов. Вот как только этот вариант для вас проявится, вот тогда все поднесется, как вот просто, как по маслу. Все будет происходить с молниеносной быстротой. Восьмерка жезлов, карта скорости. Что-то там, смотрите, у себя за спиной. Я сказала уже, это либо предложение, на которое вы боялись идти. Возможно, потом ситуация изменится так, что уже риск перестанет быть, значит, неоправданным. То есть, да, может положение изменится так, что для вас это будет приемлемым вариантом. Либо появится тот вариант, который пока еще на сегодня не существует. Он появится, тогда все задвигается быстро. Вот она и колесница рядом, да, которая понесла, значит, возницу своего. Что еще по итогу? Тройка пентаклей. Это будет интересное предложение для вас. Понравится вам повешенный. Будет для вас хорошее, интересное предложение. Порадует оно вас. И, скажем так, это будет окончательное предложение. Вот на него уже и надо будет соглашаться. Как определить то самое хорошее предложение, но только по своим ощущениям, да. Что, наконец, вот оно то, что меня устраивает. И если там, значит, у вас внутри где-то взыграет сказка о рыбаке и рыбке, то это дело оставляйте, потому что опять впадете в повешенную. То есть, если вам по тройке пентаклей приходит выгодное для вас предложение, то, ну, скажем, быстренько на него соглашайтесь по восьмерке жезлов, быстренько. Потому что потом, если вам захочется еще больше, скажете, а, ну, если мне эту цену предложили, то, значит, может быть, мне еще побольше попросить. Вот нет, вот тут вот стоп. То есть, когда ваше внутреннее я скажет, что да, этот вариант для меня приемлем, вот здесь тогда и соглашайтесь на предложение. Не, значит, взращивайте в себе эти мысли, что надо бы еще что-то, надо бы еще побольше, да. Вот это вот, вот на этом останавливайтесь. Вот это для вас будет сигналом того, что сделку надо совершать, заключать. Давайте еще, еще хочется спросить, что по итогу. Восьмерка пентаклей работа, но это, видимо, та самая работа по заключению соглашения. Может быть, кому-то придется обращаться к специальным людям, ну, юристы там, да, может быть, нотариусы, кто там еще, да, какие-то конторы, может быть, центры какие-то государственные, да, по заключению вот этой сделки. Шестерка кубков. Кстати говоря, кого-то могут одолевать воспоминания о вашем вот этом уже в будущем, в будущем времени, в прошлом жилье, да, может кто-то скучать, вот, ностальгирует шестерка кубков. Для кого-то говорит о детях, то есть это, например, сделка была заключена в пользу ваших детей, да, может быть, у внуков, там, что-то такое. Отшельник. Вот оно это, вот оно это, отчуждение, да, отчуждение этого имущества. Что еще? Четверка пентакли. И вот это вот стою на своем, то есть это, ну, вот оно в итоге заключение сделки. Восьмерка пентакли, четверка пентакли. Вот они ваши деньги долгожданные, которые, знаете, вот такое будет состояние, сожму в кулак, положу в сундук, сундук под кровать и никому не дам. Вот такое еще есть. Наконец-то это, знаете, будет, наконец-то вот он вот схватил и никому не отдам. Такое какое-то состояние. Не вижу, честно говоря, здесь радости. Это, скорее всего, усталость от того, что долгая была борьба вот за это все. Вот оно мое. Вот, знаете, вот как вот хочется все схватил. Но вот есть немножко тоска по-старому. Не знаю, свойственны ли вам такие чувства сентиментальные или нет. Но вот расклад показывает, что да, я отдал, вот они мои деньги. Но все равно вот будут воспоминания о том, как я там жила или как вот это место мне близко. Но вот выскакивает она, эта карта в таком пентаклевом раскладе, конечно, денежном. Много здесь пентаклей. Ну, правильно это. С одной стороны, говорим о деньгах. Ну, поэтому вот смотрите. Дальше, наверное, выкладывать не буду. Остановлюсь на этом. Закроем все солнцем в любом случае. Удачей, успехом, да. Солнышко вышло у нас из меньше, чем половины колоды. Вышло нам еще раз это солнце, да, которое вышло у нас на астрологических кубиках. Поэтому я говорю, вот, говорят, что расклады надолго не делают, но тут нам явно дается период в год. Пишите ваши комментарии, предлагайте свои темы раскладов, подписывайтесь, кто не подписан. И всем спасибо за просмотр, всем до свидания.